Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник в 16.00 по московскому времени я проведу традиционный вебинар в правильный понедельник и традиционно тему этого вебинара предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим несколько тематик на выбор. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, новая неделя, новые отчеты, новые фундаментальные события и, разумеется, новые возможности. Сегодня, друзья, будем следить за статистикой по продажам новых домов в США в 15.00 по GMT. Завтра нас ждет выступление трех представителей американского регулятора Гулсби, Уоллера и Боуман. В среду переключим фокус внимания на макроэкономическую статистику и, пожалуй, на самые важные фундаментальные релисы недели. Это годовые данные по ВВП США. В четверг нас ждет заседание ОПЕК и, соответственно, будем готовиться и рассчитывать на серьезные движения на нефтяном рынке и, в конечном счете, на рост этого инструмента, потому что мы уже соскучились по Brent на значениях 85 долларов за баррель и потенциально даже повыше. Если прежний прогноз, который предполагал, что страны энергетического пакта все-таки согласуют дополнительное снижение производства нефти, если это решение будет принято, то покупатели, конечно же, получат возможность добраться до новых максимумов и мы сможем реализовать одну из наших долгосрочных целей. И в пятницу у нас ждет еще индекс АСМ производственного сектора США и выступление Джерома Паула, глава американского регулятора. Очень надеюсь, что он все-таки коснется перспектив американской монетарной политики, потому что именно речь Паула нами ранее рассматривалась как следующее важное фундаментальное событие, потому что после значительного снижения инфляции мы не получили еще от Федрезерва новую установку того, что будет с американской монетарной политикой. Хотя, учитывая значительное снижение курса американского доллара, предположили, что ФРС точно откажется от того жесткого подхода, которого он придерживается уже более одного года. И это нужно делать, потому что совершенно нет уже никакой необходимости в том, чтобы сохранять ставку на значениях 5,5% и уж тем более периодически забрасывать на рынок идею о том, что ужесточение дополнительно может последовать. Индекс доллара текущей котировки 103.23. Сегодня на азиатской сессии мы видим то, что давление на доллар сохраняется. Это в соответствии с нашим с вами прогнозом. Ждем американскую валюту еще ниже. Те условия, которые сложились, явно этому сейчас располагают, потому что я в целом не вижу ни одного фактора, за который можно было бы сейчас зацепиться и допустить возможности какого-то значительного и серьезного отката. Минимальные уровни с августа – это еще не предел, потому что ранее я ссылался на ряд целей от инвестиционных банков, и многие из них допускают то, что индекс доллара в ближайшие недели сможет протестировать поддержку 100 пунктов. Учитывая текущие данные рыночного сантимента, то, что ФРС все-таки официально должен отказаться от жесткой монетарной политики, это, конечно же, идеальная среда для того, чтобы медведи никуда не девались, продолжили давить на этот инструмент и в конечном счете отправили этот актив к тому уровню, который был назван. На прошлой неделе были опубликованы протоколы последнего заседания американского регулятора, мы их благополучно проигнорировали, потому что они, по сути, содержали устаревшие данные. Конечно же, после выхода данных по инфляции, значительного снижения инфляционного давления, мнения представителей американского регулятора уже серьезно изменились. И многие из тех, кто выступал после выхода данных по инфляции, подтвердили то, что федеризированию необходимо делать правильные выводы с учетом того, что уже произошло в плане изменений макроэкономической конъюнктуры. И дальнейшее сохранение процентной ставки на высоких уровнях может привести к совершенно ненужным сложностям на пути экономического роста экономики США. Поэтому, чтобы этого избежать, нужно просто оставаться адаптивным и принимать решения, которые будут синхронизированы, опять же, с тем фактом, что снижается инфляция в США. Но я клоню к тому решению, которое будет в конечном счете предполагать официальный отказ от жестко монетарной политики и какие-то предварительные первые анонсы того, что ФРС может начать смягчать экономическую политику. Данные по продажам новых домов, это отчет, который вышел на прошлой неделе, напомню, очень сильно разочаровал. По сути, в меньшем выражении спад по продажам составил 4,1%. По общему количеству проданных домов мы, по сути, работали с минимальными цифрами с 2010 года. Данные по PMI производственного сектора США, которые вышли в пятницу. 49,4% снижение с 50 пунктов. Впервые за 6 месяцев индекс оказался в зоне стагнации, спада. Немного общую картину нейтрализовал эффект от более сильных данных по активности в сфере услуг. Там был сфиксирован рост с 56 до 58. Но я думаю, что объективно, если говорить о тех релизах, которые вышли после отчета по инфляции, мы получаем исключительно слабую статистику. И вот этот тренд слабых отчетов может быть продолжен на этой неделе, что, скорее всего, еще больше убедит трейдеров в том, что ФРС скорректирует монетарную политику. Первыми на все это должны отреагировать доходности американских облигаций. Мы за ними внимательно следим, потому что для нас доходности трежерис – это один из основных параметров, за которым мы следим. Потому что из-за динамики этого параметра зависит наш прогноз и определяется наш прогноз по рынку драгоценных металлов. Предлагаю перейти к золоту, которое сейчас торгуется на отметке 2012 долларов за тройскую унцию. Мы уже выше психологического сопротивления 2000, по сути, этот уровень является уже поддержкой. В соответствии с нашим прогнозом рост золота продолжается. Рынчинный сантимент, толпа 70% по-прежнему в продажах. Мы видим то, что десятилетки держатся по доходности ниже уровня 4,5%. Сегодня выйдут данные по отчету американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC. Я думаю, что мы увидим значительное накопление спекулятивного ланга по золоту со стороны институционалов. Это может стать дополнительным попутным ветром для движения этого инструмента к новому локальному максимуму. Долгосрочная цель по золоту – 2050. Я думаю, что мы к ней благополучно придем. Евро против доллара – 1,0947. Потенциал добоя до сопротивления 1,10 сохраняется. Евро сейчас явно в эйфории после выхода данных по активности производственного сектора Германии и еврозоны. Да, общие индексы показателей остались в зоне спада, но если анализировать динамику изменения этого показателя за последние месяцы, то траектория роста все-таки прослеживается. И действительно, PMI производственного сектора Германии сейчас находится на максимумах за 6 месяцев, по еврозоне, по-моему, на максимумах за 4 месяца. На этой неделе выйдут данные по инфляции в еврозоне за ноябрь, ожидается снижение показателя и отсутствие перспектив для дополнительного ужесточения монетарной политики может натолкнуть нас на определенные мысли того, что евро, может быть, выше отметки 1,10 уже и не пройдет. Но я думаю, что в текущих условиях можно смело ориентироваться на то, что данный уровень будет протестирован, где можно уже будет фиксироваться. По британской валюте такой же расчет. Пока что потенциал роста на 100-150 пунктов, 1,26 текущие котировки. Сфера услуг активности в этом секторе британской экономики очень сильно порадовала покупателей. Значение 55,49,5 – это максимум с июня. И очень много было прогнозов от инвестбанков по экономическому росту Англии. В частности, JP Morgan повысил прогноз роста ВВП до 0,4% с прошлой оценки 0,2%. Goldman Sachs оценка 0,7% против прежнего уровня 0,6%. И мы помним, что на прошлой неделе Минфин также улучшил свою оценку просто ВВП до 0,6% с минус 0,2%. Я думаю, что в таких условиях еще на фоне снижения курса американского доллара тоже путь наименьшего сопротивления для британца – это движение вверх. По австралийцу прежний расчет – цель 0,67, текущие котировки почти уже 0,66. Доллар и иена спекулятивно пока длинную позицию удерживают, потому что считают, что банки пони до тех пор, пока не стабилизируют инфляцию в районе 2%, не откажутся от стимулирующей политики. Судя по последнему отчету по индексу потребительских цен, он пока что сильно отстает от целевого ориентира, потому что по факту значение было 3,3%, рост 3%. И что касается рынка нефти – 79,70% текущей котировки до четверга. Я думаю, что волатильность будет повышенной, но рынок останется безидейным, потому что здесь нужно уже смотреть за тем, что решат страны ОПЕК. Я оптимист, считаю, что согласует дополнительное снижение объема нефтедобычи, что должно будет уже поддержать котировки Brent и WTI. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok